Привет друзья! С вами канал MadScience и сегодня мы с вами будем делать миниган из шприцов. И конечно же его протестируем и изрядно из него постреляем. Для того, чтобы создать такую штуковину, нам понадобится парочка деревянных реек. Изначально я думал, что мне понадобятся все 4 рейки, но мне понадобилось всего 2. Затем понадобится 6 20 кубовых шприцов. Ну и конечно же 6 зажигалок на пьезоэлементах. По факту из этих зажигалок нам необходимы только пьезоэлементы и кнопки. Ну а теперь переходим к более детальному созданию нашего автомата. Для начала нам необходимо вытянуть поршневую часть из всех шприцов. Кстати, спешу заметить, что поршень шприца обязательно должен быть прорезиненный. Если мы все правильно сделали, то у нас получится 6 вот таких заготовок. Носики этих заготовок необходимо заполнить горячим клеем. Это необходимо, чтобы полностью загерметизировать одну часть из шприца. И повторить эту процедуру необходимо с другими заготовками. И теперь нужно дать просохнуть заготовкам. Кстати, для тех, кто хочет заработать, на данный момент я знаю только одну стабильно выплачивающую заработанные там деньги компанию. Это Alim Trade. В любом деле нужен определенный опыт. И этот вид заработка не исключение. На сайте Alim Trade можно даже без вложений попробовать торговать на игровой валюте, что дается там бесплатно. Также на сайте имеется много обучающей информации о том, как правильно торговать на этой площадке. Кстати, на сайте очень много бонусов и привилегий для новичков. Например, при пополнении счета на сумму от 2000 рублей мы получаем еще 2000 в подарок. Ну а все ссылки на способы заработка есть под видео. Ну а теперь мы переходим к созданию основы нашего минигана. Для этого нам необходимо склеить две рейки вместе. В принципе, это не обязательная процедура, если есть подобная толстая рейка. Как раз подобная склейка будет служить основой и держать наши шприцы. А шприцы в свою очередь будут выполнять роль стволиков пулемета. Хотел бы также добавить, что данную конструкцию наш канал делает первым в ютубе. То есть, отталкиваясь от принципов камер внутреннего сгорания, мы делаем разработку с нуля. Ну а сами стволики вклеиваются на торец нашей рейки. Заклеенные носики шприцов должны быть направлены в одну сторону рейки. По сути, это уже немножко напоминает шестистволку. Ну а теперь мы переходим к разборке зажигалок. И нам необходимо разобрать 6 штук. Из этих зажигалок нам необходимы вот эти кнопки и также пьезоэлементы. Кончики проводков пьезоэлементов необходимо оголить. Позже вы поймете, почему это необходимо. По сути, сами пьезоэлементы нам необходимы, чтобы давали искру для нашего минигана. Кстати, после разборки зажигалок я проверил каждый пьезоэлемент на работоспособность. И после самой разборки у нас их должно получиться 6 штук. Теперь необходимо подобрать самое оптимальное место, куда необходимо будет вставлять наши пьезоэлементы. Кстати, вставлять их необходимо будет не на одном уровне. Затем нам понадобится 12 вот таких вот проводков, кончики которых необходимо также оголить. Приблизительная длина этих проводков порядка 10 сантиметров. К пьезоэлементу подсоединять нужно по два провода. Один провод подсоединяется к низу пьезоэлемента, а второй подсоединяется к проводке. После того, как мы удлинили провода пьезоэлемента, нам необходимо их проверить опять на искру. Ну и как можно заметить, все прекрасно работает. Нам необходимо сделать 6 вот таких вот заготовок. Контакты пьезоэлемента обязательно необходимо изолировать. Я сделал это изолентой. Если такую процедуру не сделать, то вероятно искра будет пробиваться в другом месте. Затем я сделал на деревянном брусочке разметки, куда будут вставляться пьезоэлементы. В этих местах необходимо просверлить углубления. Диаметр сверла при этом должен быть чуть больше диаметра пьезоэлемента. Размещать пьезоэлементы необходимо напротив каждого шприца. Для надежности в деревянное отверстие я залил горячий клей и только потом я вставлял пьезоэлементы. И по окончанию этой работы у меня получилась вот такая вот штука. Чтобы пьезоэлементы держались более надежнее в деревянной нише, я подлил к ее основанию горячий клей. Затем нам понадобится набор вот таких канцелярских кнопок. По две таких кнопки необходимо вставить в основание каждого шприца. Кстати, между острием кнопок должно быть минимальное расстояние. С помощью горячего клея я приклеил пластиковые насадки на пьезоэлемент. Это было необходимо для удобства нажатия на пьезоэлемент. И благодаря этому при нажатии пьезоэлемент не давил на палец. Если все правильно сделать, то должно выйти примерно вот так. Кстати, если вам нравится наша задумка, обязательно поддержите этот проект лайком. Ведь мы для вас очень старались, чтобы показать что-то новое в ютюбе. Контакты каждого пьезоэлемента необходимо соединить с канцелярскими кнопками. Если все правильно сделать, то получится вот такая вот космическая штука. Ну а теперь пора поговорить о снарядах. В роли пуль минигана идеально подходят остатки от шприцов. Если их обрезать так, как на видео, то они получают даже стабилизацию. Благодаря этому при выстреле пуля будет лететь ровнее. Ну и в принципе за несколько минут мы получаем вот такой вот миниган. Для каждого стволика я подготовил по одной пуле. В дальнейшем я планирую еще развивать этот проект. Если вам это интересно, напишите обязательно про это в комментарии. Для нас важно знать и понимать, какой контент вы хотите видеть на нашем канале. Для зарядки минигана нам понадобится обычный этиловый спирт. Буквально пару капель в каждую камеру. Затем мы заряжаем миниган пулями и пора пострелять. Вот такой вот проект у нас с вами сегодня вышел. Обязательно напишите в комментариях, если вам интересно увидеть что-то из подобной тематики. И если вам понравилось как стреляет миниган, то обязательно поставьте лайк. Кстати под видео в описании я оставлю ссылки на странички наши вконтакте. И самых активных ребят, кто лайкает наши посты, мы добавляем друзья. Ну а на этом у нас пока все. Всем пока ребята.